Часто применяет тактику обыгрывания. Легко передвигаясь по рингу, он ускользает от противника, применяя отходы назад или в сторону. Олег Григорьев шестикратный чемпион Советского Союза и трехкратный чемпион Европы. В 1960 году на 17-х Олимпийских играх в Риме Олег Григорьев завоевал золотую медаль чемпиона. Выберите его бой с югославским боксером Петричем на чемпионате Европы 1963 года. Утомив противника активно-оборонительными действиями в двух раундах, в третьем он перешел к активно-наступательным действиям и выиграл бой нокаутом. Этот поединок был признан лучшим на европейском чемпионате в Москве. Применяя защитные действия, боксер выводит противника из равновесия, заставляет его промахиваться, а затем мгновенно переходит к ответной контратаке. Посмотрите в рапиде ответную контратаку, которую проводит Владислав Засыпко в бою с американским боксером Роузелом. Разнообразные приемы защиты и ответные контратаки – это необходимые действия для реализации тактики обыгрывания. Субтитры создавал DimaTorzok Боксеры-игровики имеют в своем арсенале защит, уклоны и нырки. Эти приемы могут применяться как подготовительные действия передатакой или контратакой. Субтитры создавал DimaTorzok Серебряный призер первого чемпионата мира в Гаване, американский боксер Марвин Тинцент великолепно владеет этими защитами. Он с успехом ими пользуется на дальней, средней и даже ближней дистанции. Чередуя уклоны с нырками, он заставляет противника наносить удары по воздуху и тем самым утомляет его. Субтитры создавал DimaTorzok Дан Позняк в боях выигрывал в беду явного преимущества нокаутами и по очкам. С одними боксерами он применяет тактику темпа, с другими удара с третьими обыгрываниями. Часто он чередовал эти тактические варианты и в одном бою. Дан Позняк чемпион Олимпийских игр, четырехкратный чемпион Советского Союза и трехкратный чемпион Европы. В финале европейских чемпионатов он дважды одерживал победу над западно-германским боксером Гербером, применяя тактику обыгрывания. От частных и стремительных атак Гербера он защищается отходами с подставками плеча и правого предплечья. Во втором раунде он чаще применяет ответные и встречные контратаки, а в третьем одерживает победу ввиду явного преимущества. В современном боксе высокой плотности ведения боевых действий Боксерам игровой манеры очень трудно выигрывать бой без точных встречных ударов. Для эффективного ведения боя, наряду с применением прочных защит, боксеры должны умело пользоваться вызовами и встречными ударами. Вызовы и встречные контратаки – это важная составная часть в мастерстве боксера. Велингтон Баранников – боксер игровой манеры. В финальном бою чемпионата Европы 1965 года с польским боксером Грудзиним он успешно применяет вызовы, встречную контратаку и выигрывает бой у чемпиона Сокийской Олимпиады. Ригарда Стамулис – тоже боксер игровой манеры. Используя вызовы и встречные контратаки, многие бои он заканчивал сосрочные. Вы видите фрагмент его боя на чемпионате Европы 1963 года в Москве. Продолжение следует... Двукратный чемпион Советского Союза и серебряный призер двух Олимпиад Алексей Коселев – боксер, обладающий сильным ударом. Многие победы он одержал, применяя в бою большое количество вызовов и встречных контратаков. Вы видите третий раунд боя Олега Григорьева с югославским боксером Петричем на чемпионате Европы 1963 года. Наступательный порыв Петрича и всяк, инициатива целиком переходит в руки Олега Григорьева. Заставив Петрича отступать, он применяет вызов и встречные контратаки. Выбрав удобный момент, он наносит встречный удар правой и одерживает победу нокаутом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дион Моне физически сильный, агрессивный боксер Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok